Книга, про которую я хочу сегодня рассказать, это книга Джеймса Нестера, называется «Дыши». И книга о том, как нужно правильно дышать. Но эта книга, это не книга руководства, это не self-help, это не коучинговая книга, и она не учит никаким техникам дыхания, но эта книга больше, так сказать, информативная. Сам Джеймс, он журналист, и он занялся этим делом, чтобы показать, насколько важно уметь правильно дышать, и о том, что мы потеряли этот навык правильно дышать. И он в этой книге рассказывает то, что около 90% вообще людей неправильно дышит, они дышат через рот. Особенно, когда вы бегаете, занимаетесь спортом, вы наверняка замечали, что вы зачастую дышите через рот, да? И какими негативными последствиями это чревато, да? Свою книгу начинается с того, что он провел 20-дневный эксперимент. Ему и его коллеги в Скандинавии поставили пробку в носу, чтобы он не мог дышать через нос. И все эти 20 дней он дышал через рот. И они как бы периодически наблюдали за его здоровьем, следили, как вообще его организм реагирует на это. И как выяснилось, он в этой книге детально рассказывает, какими негативными последствиями это чревато. И многие болезни, такие как астма, что еще там, апноэ и многие другие болезни, они связаны с неправильным дыханием. В этой книге он рассказывает об древних традициях, да? То, что как бы правильные методики дыхания, они еще идут издревле, да? Древняя Индия, древний Китай, китайские методики, да? Такие как цигун, тайчи, которые учили правильные методики дыхания. И также он в этой книге рассказывает о современных практиках, которые были вот в начале, в середине 20 века. Например, он рассказывает об украинском, советском практике, которого звали Бутейко, который с помощью методик дыхания лечил многие болезни, например, сейчас я найду. Да, он лечил астму и учил о техниках дыхания, да? Потом он в этой книге рассказывал про немецкого практика. Катарина Шрёд, Шрёд. Она лечила с помощью техник дыхания и стретчинга, сколиоз, остеопороз, искривление позвоночника, да? И многие другие болезни, да? Потом у неё самой были такие проблемы, когда она была молодой, маленькой даже. И она с помощью вот этих техник вылечила сначала себя, потом начала помогать другим людям. Но тогдашние медики её не признали. Они все её называли псевдоучёной, как бы псевдомедиком. Её практику не признавали. Но, как бы, хоть и не было, как бы, научных, так сказать, исследований, которые бы доказывали, да? Через, как бы, такую, так сказать, жёсткую или там конкретную науку, да? Но факты были налицо, да? Были конкретные результаты. И её методику признали уже, когда она то ли скончалась, но уже ближе, да, к нашему времени, ближе к 21 веку. Её методику признали, доказали, что она действительно эффективно работает. И сейчас в Германии есть целые центры её именем. Также он рассказывал вот именно об отношении мейнстрим-медицины, науки, да, тогдашних этих техник, мы её называли, так сказать, шарлатанской или псевдо. Но сейчас, в 21 веке, многие учёные из таких крутых университетов, как Стэнфорд и других, начинают уделять этому всё больше внимания. Они проводят исследования и зачастую доказывают то, что правильное дыхание, оно очень позитивно влияет на здоровье и зачастую лечит, да, вот эти все болезни, такие как астма, апноэ, храпота и многое другое. И потом в этой книге он приводит примеры таких людей, которые с помощью методов правильного дыхания и определённых техник дыхания могли сохранять температуру своего тела в лютый холод, да. Он в этой книге рассказывает про атлета, датского атлета, а не датского, а голландского атлета Уима Хоффа, которого ещё называли снежным человеком или айсмен. Он мог вообще в лютый холод сидеть там в одних трусах, да, и просто дышать и сохранять температуру своего тела, да. Чем меньше мы дышим через нос и больше дышим ртом, то у нас вот эти вот назальные каналы, они атрофируются, да, они просто становятся такими нефункциональными. Они могут просто так забиться и мы начинаем всё больше и больше ртом дышать. Вследствие этого у нас как бы ужас становится в лицо, да, с возрастом, и, соответственно, появляется проблема уже с челюстью, да. И в этой главе у него есть одна глава, которая называется «Жуй», и он рассказывает о том, насколько, если начиная, допустим, со Средневековья, да, он там ходил с археологами, сравнивал черепа. И выяснилось то, что, допустим, у древних людей, у них череп был намного шире, да, у них скулы, да, и челюсти были намного шире, да, такие вот, как у Брэда Питта, да, такие вот, мужественные. Но со временем, ближе к современности, из-за того, что мы начали кушать более такую мягкую еду, да, консервы, больше сладкую начали кушать, из-за этого, из-за того, что мы начали меньше жевать, у нас вот эта вот нижняя челюсть, она стала уже, из-за этого стали появляться многие проблемы с нашими зубами, да. Все новое поколение появлялось, у которых все больше становилось кривых зубов, из-за того, что они зубы, почему кривые, да, потому что зубы растут, но челюсть маленькая, им места не хватает, и они вот так друг на друга, да, начинают. И раньше, в начале 20-го века, где-то 20-х годах, донтисты, они правильно лечили, он в этой книге рассказывает, они правильно лечили, они ставили брекеты изнутри и расширяли челюсть, расширяли вот так, да, а сейчас вот, допустим, многие донтисты ставят брекеты же, как бы, снаружи, они делают, они там некоторые лишние зубы убирают, да, и они делают наши зубы еще меньше, да, и так, и они неправильно делают. Вот, но сейчас на Западе вот многие донтисты начинают менять свой подход, они говорят то, что урон, который они нанесли, они будут еще пожинать плоды еще долгое время, да, и они начинают менять свои практики, но у нас, как бы, в Казахстане еще наверняка долго до этого, да. Ну, в общем, и вот он рассказывал, что из-за того, что мы неправильно не жуем практически, да, вот эти твердые пищи не кушаем, мало жуем, больше глотаем, из-за этого у нас вот челюсть такая становится у нас. И он в этой книге рассказывал про человека, который придумал техники, это называется мьюинг, если вы даже на YouTube наберете, есть очень много видео, где говорят о том, как можно вот эту вот челюсть, да, правильно прикузы сделать, как можно челюсть обратно, чтобы она вышла, да. И многие его тоже, когда он в первый раз вышел, он рассказывал про эту технику, о том, что можно нарастить кости, да, на лице, до 70 лет это можно делать. Многие его обсмеяли, говорили, что он псевдоученый, шарлатан. Простите. Ну, сейчас, сейчас это все доказано, и люди его признали, и многие пользуются его техникой, да, и меняют, как бы, структуру своей челюсти, своих зубов и все такое. И можете просто на YouTube набрать и посмотреть, да. И вот такие вот вещи, да, и вот это мне, капец, очень сильно так приметилось, вот это вот, да, и я тоже начал после этого говорить, там, о, там, пускай больше жуют, да, там, яблок кушают, там, орехи кушают, я тоже сам стал больше жевать. И вот такие вещи он говорил в этой своей книге, и в конце он, как бы, говорит, да, то есть он предупреждает, опять-таки, что эта книга не руководство, что нужно обращаться к терапевтам, да, даже если у вас есть астма, какие-то расстройства и все такое, да, обращайтесь к людям, которые имеют опыт в техниках дыхания и имеют медицинскую практику, да, то есть сертифицированные люди такие, да, они просто какие-то шарлатаны, потому что шарлатанов хватает, их очень много. И в конце он, как бы, в конце этой книги есть другая часть, где он, как бы, кратко рассказывает о разных техниках дыхания, просто, так сказать, краткая выжимка, но основное, что, как бы, можно взять с этой книги, да, так сказать, суть, это, то есть всегда, ну, закрывать рот, да, особенно, когда вы спите, когда вы занимаетесь спортом, дышите через нос, выдыхайте через нос, то есть вдыхайте через нос и выдыхайте через рот, жуйте почаще, да, там, морковь, там, что, орехи, что-то такое, да, чтобы челюсть работала, потому что челюсть, она должна работать, мы такими созданы, да, и вот такие вот вещи он говорил, очень грамотная книга, очень так легко написана вообще, и я просто ее, даже когда я слушал, я просто слушал так на одном дыхании, да, я там столько заметок сделал, мне очень сильно понравилось, это одна из таких книг, которые я, которые я, наверное, буду возвращаться, и которые буду постоянно слушать, так что, вот так вот, ну, почитайте, посмотрите, если вы знаете английский, да, почитайте ее на русском, надеюсь, она выйдет в скором времени, но, в общем, вот так вот, дышите носом, выдыхайте через рот и жуйте, да, и следите, чтобы ваши дети тоже жевали почаще, да, потому что особенно у детей, да, сейчас очень много искривлений зубов, там, недоразвитой челюсти, вот так вот, надеюсь, вам это понравилось, это, конечно, чуть долго вышло, но, надеюсь, вы получили какую-то полезную информацию, все, спасибо, пока.